Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина, и я очень рада приветствовать тебя на моем канале. Сегодня я подготовила для вас видео неожиданного формата от меня. Я такие ролики обычно очень редко снимаю, но тут мне что-то, знаете, захотелось снять что-то необычное, и в этом видео я буду разыгрывать своего близкого друга комментариями, которые я писала в специальном посте, и попросила вас, чтобы вы мне писали различные неожиданные фразочки, которые я буду копировать и отправлять ему в самый неожиданный момент и в самом разгаре нашей переписки. Я надеюсь, что вам понравится это видео. Не забывайте поддерживать меня лайками. Давайте наберем под этим видео 15 тысяч лайков. Я знаю, что вы у меня очень активны, и тем более 15 тысяч лайков это достаточно мало, поэтому давайте. Все ставим лайк. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, потому что я уверена, что не подписавшись на мой канал, ты пропустишь очень-очень много всего интересного и будешь натыкаться на мои видео еще не один раз. А я вам желаю приятного просмотра. Давно я не разыгрывала своих близких друзей. Мы можем начинать. Я сяду чуть-чуть левее. Для меня это левее, для вас правее, конечно. Чтобы вам было намного удобнее наблюдать за экраном телефона, давайте же я напишу ему привет и ждем, когда же он ответит. В принципе, он онлайн, так что я думаю, что ответ не заставит нас долго ждать. Я думаю, что в принципе, сначала, чтобы не палиться, что я снимаю видео, стоит ему написать, как дела, если он, конечно же, ответит. Он отправил стикер, очень смешной, такой забавный. Ладно, идем дальше. Печатает. Да все супер, ты как там? Я не буду отвечать на этот вопрос и сразу же начну его разыгрывать. Готов ли ты познакомиться с моими родителями? Мне уже так неловко, капец просто. Сразу же прочитано. Интересно, какой я получу ответ на данный вопрос. Он, видимо, в легком шоке сейчас просто находится. Печатает. Так, 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 интересно. Так, сразу? Почему бы и нет? Я давно хотела тебя познакомить со своими родителями. Ну давай, я не против, в общем. Ты же знаешь. Фух, ладно, давайте тогда начнем разыгрывать его дальше. Я реально не была никогда у него дома, поэтому интересно, что же он ответит на данное сообщение. Потому что я так сразу перескочила с одной темы на другую. Мне кажется, что он немножечко будет в таком легком шоке. Я пыталась находить самые необычные комментарии под специальным постом. Поэтому я думаю, что они подходят хотя бы чуть-чуть между собой. Приезжай, жду тебя всегда. Блин, обязательно приеду. Давайте приступим к следующей теме. Как же мы его все-таки разыграем? Это любишь ли ты стирать свою одежду? Мне кажется, для парня это очень-очень тупой вопрос. Он такой, ммм, переписочка у нас загорается. Мне кажется, становится все веселее и веселее. Хочешь сказать, я ее стираю? Карин, а кто? Мама, что ли? Сообщение. Он просто будет в шоке. Но я ему обязательно напишу уже в конце, когда у нас все фразы закончатся. Что я его разыгрываю. Иначе он мне просто этого не простит. Я не ребенок уже. В смысле? Мама в детстве стирала. Ору. А кто тогда сейчас? Если ты сказал, что не ты ее стираешь. Опался! Ору, блин. Мне так смешно. Капец просто. Следующий комментарий, который вы везде просто пишите, это готов ли он стать отцом. Давайте после его ответа отправим ему это сообщение. И мне кажется, что он просто меня убьет. Обязательно досматривайте это видео до конца. Ахахах, блин, забей. Тогда я чистоплотный в любом случае. Короче, ребят, он попался. И точно не он сам себе одежду стирает. Я его попала и словила на слове. Так что давайте мы сейчас отправим вот это сообщение. Готов стать отцом. Еще четыре скобочки ему отправлю. Что? Ну вот так. Мне интересно, что он увидел. Капец просто. Блин, мне кажется, я просто все его нервы свернула уже этим диалогом. Реально. У меня слов не находятся серьезно, чтобы это описать. В смысле? В прямом. Еще две точки так отправил. Типа он реально в таком шоке сейчас находится. Просто... Я просто задала вопрос. Прочитал, прочитал. Блин, мне так страшно реально становится. Мне кажется, он был в легком шоке. Потому что он очень долго не читал сообщение. Примерно две минуты. А для него это, ребят, дохера и больше. Потому что на мои сообщения он все время отвечает за две-три секунды. Не подумай ничего лишнего. Ты серьезно? Да. Что такого? Он написал, у нас же ничего не было. Он мой друг. В смысле? А должно было что-то быть? Ару, мы же не встречаемся. И сразу же задам ему вопрос. А завтраки будешь готовить мне каждое утро? Потому что это сообщение вы мне писали просто везде. Абсолютно везде. И говорят, Карина, ну напиши, ну напиши, ну пожалуйста, напиши этот текст. Интересно, что же он тебе ответит на такой вопрос? Ну вот, ребят, я написала. Ждем ответа. Для вас все что угодно. Приезжай в гости. Давай завтра. Почему бы и нет? Можно попробовать приехать к нему завтра. Ну правда, это шутка. Я к нему не поеду. Это ведь просто розыгрыш. Давайте, раз уже у нас и эта тема для разговора закончилась. Хотя он, по-моему, что-то печатает. О, жду. Приготовлю для тебя целое меню. Ахахаха. Отправлю ему 4 сердечка. И сразу же приступлю к следующей теме. Меня, кстати, на самом деле не Карина зовут. Ааа. Хм-хм-хм. Мне кажется, он в это не поверит точно. Для вас информация точнейшая. Меня зовут Карина, реально. Я никого не обманываю. Меня реально зовут Карина. Но я просто так для шутки решила ему отправить данное сообщение. А как? Чаполина? Ага. Ахахахахаха. Я серьезно. Я не Карина. Блин, просто капец. Так, ладно, давайте приступим к следующей теме, пока он печатает еще одно сообщение. Иначе это затянется на очень-очень долгое время, когда мы с ним будем обсуждать мое имя. Кстати, мы уже разговаривали с ним на эту тему. И он очень-очень любит базарить по поводу имены, по поводу всяких таких тем. Так что лучше приступить к следующей теме. А кто? Почему ты не говорила мне свое настоящее? Давайте я напишу ему, что меня на самом деле зовут Настя. Теперь я напишу ему, кстати, я вспомнила. И приступлю к следующей теме. Суп угольный съел, который тебе мама вчера варила. Это, мне кажется, что-то такое необычное. Чья мама? Твоя. Она же тебе этот суп вчера варила. Очень забавно и смешно получается, реально. Капец. Вместо угольного супа она мне гороховый приготовила. Ахахахаха. Точно. О, и такой вот стикер с совушкой. Очень мило. У меня, кстати, они тоже есть, поэтому я ему отвечу взаимности. Мне больше ничего такого необычного в голову не пришло. Давайте приступим к следующей теме, а то будет очень-очень скучно. Девочка написала очень смешной комментарий, мы прямо сейчас этот текст ему отправим. Каждый день ты тюлень, каждый день я тюлень. Это очень смешно, капец просто. Он, наверное, подумает, каждый день ты дура, каждый день я дурак. Потому что, реально, наша переписка сейчас, это просто дурак с дураком общается, если честно. О, он написал, с тобой все хорошо, Настя. Ну я точно тюлень. Ахахахаха. Ребят, во-первых, что это за друг такой хороший, если он реально... Нет, мне кажется, он подыгрывает. И понял, что я снимаю видео. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Очень интересно, потому что он точно не поверил бы, что меня зовут Настя. Так, давайте уже последнее сообщение ему отправим, точнее предпоследнее, и посмотрим на его реакцию. Девочка написала полнейший бред, отправляем. Здравствуйте, я представляю компанию Арифлейм, меня зовут Люда. Я выпала из окна и съела нечаянно паука, который меня укусил. А потом она привела Мома, и мы начали пугать людей. Идеальное сообщение, просто, мне кажется, он выпадет с него. Я, блин, серьезно, что-то мне сегодня неадекватно пишешь. Ахахахаха. Ну и чтоооооо? Угольный суп пробовала? Ахахаха. Конечно. Так, знаете, резко тему сменила, мне кажется, он реально подумает, все, норма у тебя с головой, интересно, Карин. Нет, Настя. Отлично, пишет, вот с тобой переписываюсь, тебя слушаю, вау. Давайте отправим ему последнее сообщение, которое у меня есть в заметках. Это сообщение. Моя знакомая, когда едет в ночной клуб, берет с собой кусок обоев, чтобы когда ее парень по скайпу звонит, она на фоне домашних обоев была. Это, знаете, какой-то необычный анекдот? Слушай, это гениально же. Ну да. Я так тоже всегда делаю. А как насчет музыки вокруг? А-а-а, иду в туалет. Идеально просто. Ладно, ребят, нам настало, мне кажется, время признаваться ему, что я снимала видео. Короче, дорогой мой, я видео снимаю. Извиняюсь за все эти тупые просто сообщения. Он, кстати, до этого написал сообщение, типа, попросить всех помолчать, типа, парень звонит. Это очень смешно, капец просто. Немножечко кадр сменился у нас, потому что я своими неуклюжими ногами, как обычно, оттуда-обратно. Он написал, серьезно? Карин, я тут уже начал думать, что ты меня всю жизнь обманывала. Настя, она. Ору просто. Извини. Это очень забавно, как мне кажется, получилось, если честно. Короче, ребят, это был просто капец. И я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если же это так, обязательно поддерживай меня лайками, подписывайся на мой канал, если ты еще не подписан. Потому что, не подписавшись на мой канал, ты пропустишь очень много всего интересного. И будешь натыкаться на мои видео еще не один раз. Обязательно напишите ниже в комментариях, кого вы хотите, чтобы я разыграла в следующем видео. И еще, самое главное, понравилась ли вам данная рубрика, где я разыгрываю своих друзей и близких комментариями, которые я специально готовлю и читаю от своих подписчиков. Мне кажется, что это нереально крутая идея. И что, в принципе, я могу ее осуществить еще не один раз и получится реально круто. В следующих видео будет еще веселее, я вам точно говорю. Я думаю, что этот розыгрыш заставил его задуматься о многом, потому что он реально поверил, что меня зовут Настя. Я просто в шоке, у меня реально нету слов. Оставайтесь со мной на связи, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте подписываться на мой инстаграм, потому что туда я выкладываю очень-очень много различных публикаций. Делюсь с вами конкурсами, подарками, делаю шауты в инстаграм и многое-многое другое. Ник вы сейчас видите вот с этой стороны моего инстаграма. Обязательно находите меня в поисковике и подписывайтесь. А если вам лень, то можете просто перейти и нажать на ссылочку в описании и тут же подписаться на мой инстаграм. А я вам говорю большое спасибо за просмотр. С вами была Карина. Всем пока-пока!